Согласитесь, что в состоянии, когда мы только появляемся на свет, или в состоянии новообращенности, кто помнит, когда вы пришли к Богу? Да. Вы помните себя, да? Да. Помните? Вы много знали о Боге? Как молиться? Ничего, правда? И согласитесь, в этом состоянии новообращенности мы все нуждаемся в наставниках, правда? Мы прямо заглядываем в рот. Да. Мы смотрим, мы слушаем. Вот все, что они нам говорят, вообще мы... Да, вот так. Надо читать час пик. Я до сих пор заглядываю. До сих пор еще кто-то заглядывает. Молодец, класс. Я тоже помню, друзья. Я пришел, я ни разу Библию не читал. Когда мне рассказывают, что нужно читать Библию, я ее читал взахлеб. Я ничего не понимал, но читал. Почему? Ну так сказал лидер. Так сказал лидер. Помните, кто помнит это состояние? Вам говорят, вы даже не задумайтесь, нравится или не нравится. Правда, Тима? Вспомни вот этот момент, помнишь? Вообще все равно. Нам как бы, а, вот такие. В состоянии новообращенности мы все нуждаемся в этом. Более того, друзья, более того, если у нас не будет наставника, мы потеряемся в новой среде. Потому что мы не знаем, что делать. Как молиться? Я говорю, давайте помолимся. И тут начинал. Ажиагарарамасыки тири. Давайте, я помню, знаете, у меня пугало всегда. Давайте откроем свои сердца для Бога. Что делать? 95-й год. Я не говорю, что сделать? Что сделать? Как его открыть? А вот это там, типа, послание к Ирифе нам 6.15. Но это вообще-то для меня был код. Код, код. Шифровка, шифрограмма. Шифрограмма. Второй Тимафель 2.2. Почему? Ну, короче. Пророки, друзья, отдали всех своих сынов к Елисею. Когда они их отдали, еще раз, они были маленькими. Они ничего не понимали, ничего не знали. Вот они были такие, поверьте, Елисей, вот говорил им Елисей, нужно стоять на левой ноге. Они стояли на левой ноге. Для чего они не знают? Сказал Елисей. Почему нужно именно налево стоять? Мы не знаем, Елисей сказал. Сколько вам еще нужно стоять? Мы не знаем, Елисей сказал, будем стоять. Для чего вы стоите? Что в результате получится? Мы не знаем, Елисей сказал стоять. Что-то произойдет. То есть мы знаем, мы с ним, мы нуждаемся в нем. Друзья, когда мы находимся в состоянии новообращенности, мы впитываем все. Мы впитываем. И кто вспомнит, вот вспомните первые 2, 3, 4, 5 месяцев после своего покаяния. Это был период роста или нет? Да. Как вы влюблены были в Иисуса? Нереально. И вам кажется, что, о, это прошло уже, ничего подобного. Ну, да, сейчас изменилось что-то, сейчас что-то изменилось. Но тогда вы думаете, а это, наверное, было просто так. Ничего не просто так, друзья. Это было потому, что вы действительно были влюблены. Вы были открыты, как чистая книга. То есть вы открыты. Вы открыты. Знаете, мы сегодня с женой шли, и бабушка, видно, или мама, не помню, кто точно, играет с ребенком. Знаете, показывает куклу, нажимает, а кукла там смеется. И ребенок смеется. Вот вам сейчас, например, поставь куклу, знаете, она будет смеяться. Вы будете смеяться от этого? Нет уже. Вы повзрослели. Вы поняли? Но вот в этот период, в обращенности, в владенчество, мы открыты, мы как чистая книга. Мы нуждаемся. И это правильно, это хорошо. Еще раз, мы нуждаемся в отцах, мы нуждаемся в наставниках. Согласны или нет? Да. Илья, задам тебе вопрос. Ты нуждаешься сегодня в родителях, в папе, в маме? Без них можно? От чего? Ну ты же взрослый уже. Дорогу сам перейти можешь? Такой размер на землю. Порезать сам можешь хлеб уже? Ну какая проблема? Зачем тебе родители? Ага. Вы что, что ты такое рассказываешь? Нет, я ему нужен, поверьте, мы ему нужны. Мы все в состоянии младенчества, духовного, мы нуждаемся в наставниках. Кто согласен с этим? Вот так нуждаемся, вот так. Мы вот так в них нуждаемся. Но, как только, друзья, мы начинаем более-менее ориентироваться, как только мы начинаем более-менее где-то уже что-то понимать, разбираться, ага, здесь так, здесь так, здесь так, вдруг большинство людей становится тесно. Это то, что вот сказали сыны пророков, видите? Они говорят, нам тесно стало возле тебя. Вопрос, а что, раньше не было тесно? Или что, он что, взял, посужал комнаты и расширил толщину стен? А себе сделал больше. А себе сделал больше? Ну или поправился? Что произошло? Что, он и повытеснял? Да, и поправили. Ну, вы что, повытеснял их? Нет. Но им стало тесно. Что такое тесно? Вы понимаете, про образ такой, друзья, про образ... Я уже разбираюсь, паста. Ну, слушайте, как я начинаю? Я в теме, я в норме. Все нормально, нормулик. Все хорошо. У меня все нормально, чего вы? У меня свой взгляд на эти вещи. Я разберусь как. Да. Нужно на служении быть 10-30, паста. Мы с вами понимаем. Это на вопрощенном. Надо им. Ну, я не с курьем, надо. А я в норме. Все в порядке. На прославлении. Ну, опоздал я на одну. И что? Что? Что, Бог... Знаете, или что? Ну, оно что, в воскресенье. Я посмотрел в онлайне. А что, Бога нету там? Вы понимаете? Тесно становится. Тесно. То есть, тесно с мнением пастора. Раньше, заметьте, раньше, мнение пастора, каким бы оно ни было, или лидера, залазило оно на территорию вашего неудобства. Говорили, например, я помню, люди говорили, надо быть понедельник в церкви. Хорошо, вторник. Хорошо, среда. Хорошо. Червик. Хоть три раза в день. И все, нормально, бежим. Но когда мы вырастаем уже, слушайте, что так? Ну, как-то надо, наверное, как-то по-другому решать эти вопросы. Давайте мы будем смещать эту встречу, туда я не пойду. Это мне не нужно. Так, это нам становится тесно. Вы поняли? Вот тут сердце где-то, в голове становится тесно. И вот эти сыны пророка подошли, говорят, нам стало тесно. Мы пойдем сами к себе. Заметьте, мы знаем в истории, мы знаем, что произошла история с топором. Но неизвестно, друзья, может у этих тоже людей топоры попадали. Но поверьте, честно вам скажу, скажу сразу, забегая наперед. Если бы у них даже и попадали топоры в воду, Елисей бы им, скорее всего, не помог. Почему? Психологически они не смогли бы переступить через какой-то вольер. Потому что они пришли и сказали, мы нам тесно, развернулись и ушли. Они бы не смогли подойти до пола. Вы помнили? Они бы не смогли. Уже все. Вот эта связь утрачена. Горды нет. Ну, не так ли нет. Связь утрачена. Связь. Слушайте, друзья, вы знаете, что у ребенка с детства, с рождения, до рождения еще, у ребенка есть связь с матерью. Знаете, через пуповину. И эту связь невозможно уничтожить. Через всю жизнь она пронесется. Ее невозможно уничтожать. Правда? Точно так же, друзья, запомните, те, кто наставники, лидеры. В принципе, взаимосвязь есть, но разница в том, что ее можно уничтожить. Ее можно уничтожить, вопрос, уничтожить чем? Тем, остались ли мы сыновьями. И вот здесь, знаете, особенно когда это касается духовного, психологического взросления, вот здесь такой интересный очень вопрос. Часто, когда мы становимся очень взрослыми, у нас наступает момент, когда мы пытаемся сбросить оковы отцовства с себя. Знаете, называется? Отцов. Сбросить оковы этих отцов. Сбросить и сказать, я хочу стать личностью. Мне тесно возле тебя. Ты слишком, ну, то есть, как бы я нахожусь слишком в твоей тени. И вот сегодня об этом я как раз хотел бы с нами, чтобы мы с вами вместе поговорили. Итак. Нормальным и естественным процессом является то, что мы хотим с вами стать самостоятельными. Это нормально. Объясню почему. Потому что Библия говорит, что каждое дерево производит породу своего. Правда? Это означает, что если нас родили, если я родил ребенка, значит, когда он вырастет, кем он должен стать в свою очередь? Самостоятельным. Самостоятельным вначале, а потом сам отцом. Ну да. То есть, вы помните, когда мы растем, мы должны превратиться однажды в личность и стать самостоятельными. Это нормально. Это естественный процесс. Более того, скажу вам, друзья, это правильно. Более того, я за это. Так и должно происходить. Моя мечта, давайте сразу скажу, я сегодня говорил кому-то, и вообще не раз всегда это говорю. Моя мечта, чтобы вы стали личностями. Ну, к примеру, когда я покаялся, я вначале был в группе, помогал пастору Сандею просто, там, группа помощи. Потом был его личным помощником, потом администратором и так далее. Но, вы знаете, задача пастора Сандея никогда не была иметь у себя классного помощника. Вы поняли? Он работал надо мной, но он работал не для того, чтобы я стал классным помощником. Он работал, чтобы однажды я стал еще лучше даже, чем он. Не улавливать. Вот сегодня я с Мариной говорил, я объяснял, говорю, пойми, как секретарь, моя задача, говорю, так, если бы я хотел, ну, если бы я был бесчестный человек, бессовестный, то я бы работал над тобой, чтобы ты была моим классным секретарем. Говорю, у меня нет задачи. У меня задача, чтобы через два года у меня был другой секретарь. Вот моя задача, вы поняли? Да. Это задача отцов. Почему? Потому что все понимают прекрасно, что люди должны расти. И если не будет этого естественного процесса роста, этапности, если не будет ее, то однажды, друзья, вам станет тесно. И скажу вам честно, многие пастора грешат этой проблемой. Они не хотят помочь людям подняться или, ну, как вам сказать, делают все, чтобы они не поднялись, к сожалению. Почему? Ну, потому что так удобнее, так проще. Ну, согласитесь, вот ты вымуштровал человека, он возле тебя пять лет был, он уже знает, он знает все. Он знает, когда ты хочешь пить воду, он знает, какую воду ты хочешь пить. Он знает, ну, вы понимаете, да, что это говорит? Он знает все. Он знает все, вот все знает о тебе уже полностью. Разве это плохо? А представьте, оставить этого человека и взять себе нового человека и опять мучиться и учить его. Это же трагедия. Проще, скажи, Марина, оставить возле себя. Но, друзья, так поступают лжеотцы. Настоящий отец поступает не так. Задача, смысл настоящего отца – взрастить человека и отпустить, сделать так, чтобы он был самостоятельным. Это смысл. Вы поняли? Это смысл. Открою вам секрет один. В свое время, когда Елисей увидел бы, что эти люди растут, он бы их сам поставил. Они были в школе пророков, вы поняли? Кем они должны были стать? Елисей кем? Пророков. Он бы их сам выпустил в какой-то...